всем привет с вами бивер и игра каркасон альпийский луга и сегодня я вам хочу рассказать свое мнение данной игре каркасон альпийский луга это самобытная игра как вы уже это поняли после просмотра правил и летсплея эта игра которая привносит новую механику в игру и давайте сначала поговорим о ней перемещение персонажей по пулю и приноси и приносение за это очков это довольно таки интересно это ни разу еще не было на таком уровне внедренов игры каркасона до было какое-то перемещение в одном из дополнений в оригинальной игре там можно были перелетать одного тайна на другой тайл но это было совершенно по-другому реализовано здесь же это все на другом уровне и это возводит достройку не достроенных дорог в другой уровень то есть вы можете очень долго скажем так доить эту дорогу бегать по ней туда-сюда туда-сюда зарабатывая очки да конечно ваш противник может заблокировать вам возможность перемещения до самого конца но максимум одну клетку да но не более того то есть по факту вы можете очень долго получать очки выстраивая очень длинную дорогу за которую в конце концов вы получите еще дополнительно очки закрыв ее однако понятное дело что это все до поры до времени если ваш противник увидит и постараться примкнуть к этой дороге и тоже будет бегать по ней вы можете потерять довольно таки немало очков что вы отметите еще это вот эти вот ресурсы которые нарисованы на этих тайлов до в дополнение к оригинальной игре и были уже такие ресурсы они были шелка были пшеница и было еще что-то я уже не помню и вот эти три ресурса они когда находились городе игрок получал эти ресурсы только тот кто закрыл этот город и он получил те ресурсы в этой же игре немножко по-другому сделано кто бы не закрыл город получает ресурсы только тот игрок кто то больше в этом городе то есть по факту здесь упор идет в другую сторону здесь нужно именно отжать город то есть забрать его чтобы получить ресурсы то есть направление здесь то но такое что нужно всегда соперничать со своим противником чтобы получить как можно больше очков тем более что эти фрукты и овощи они дают по одному очку сам по себе плюс еще пять очков дает за комбинацию из пяти разных овощей и фруктов и собирать нужно не только просто все подряд но еще и выбирать то что вам действительно очень нужно третья вещь за которую хочется сказать это хлева хлева по моему мнению это объединение двух разных механик первая механика это как в охотниках и собирателях когда мы ложили нашего человечка на поле да он получал очки за животных которые находились там то есть по факту здесь это тоже работает однако здесь хлеб больше выступает как монастырь в оригинальном каркасоне то есть мы ставим его на поле и получаем очки за животных которые находятся вокруг данного хлева и последнее за что хотел сказать в этой игре это сам арт и выбор темы это довольно таки интересно и ярко сочно необычно я бы сказал выглядит это все очень красиво и подводя итог хочу сказать что это версия каркасона получилось вполне довольно таки удачная я хочу сказать что она довольно таки проще чем даже оригинальная версия вследствие того что здесь нет вот этих вот крестьян которых нужно было бы считать игрокам высматривая где же поле заканчивается какое ограничение идет по городам и где же там дорога проходит и все остальное здесь это все утрировано и заменено вот этим вот маленьким хлебом поэтому это и эта версия каркасона я бы сказал даже попроще чем предыдущие пожалуй наверное это все что я хотел сказать про игру каркасон альпийский луга а кому понравилось данное видео не забудьте поставить лайк а также подписывайтесь на канал будет много интересного спасибо за внимание с вами был биллер и настольные игры и еще увидимся приятного аппетита